Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Сначала я хотел бы внести ясность в терминологию. Клещи для снятия изоляции сокращенно именуют КСИ. Но сейчас принято ссылаться на бужуйские названия, поэтому эти же клещи называют стриперами. То есть от английского слова стрип, что переводится как раздевать, обнажать, снимать, что и в принципе характеризует назначение этого инструмента, то есть снимать или удалять изоляцию с проводов. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о клещах для снятия изоляции КНИПИКС 1240200. Производство Германии. И о том, как ими пользоваться. Обладателем этих клещей я стал не так давно. Правда, уже пришлось достаточно основательно их опробовать в работе. По работе мне приходится разделывать и зачищать силовые контрольные кабели с сечением жил от 0,5 до 4 квадратных миллиметров. На настоящее время я пользовался более простым МИКСи, достаточно надежными клещами МБ-1М, неплохим китайским стрипером, не знаю даже его названия, и даже обычными монтажными ножами типа Металист и тому подобное. Мне однажды сделали подарок в виде клеща из парта. Правда, ими я вообще не пользуюсь, так как они просто-напросто не работают. За что не покупайте их. А теперь вернемся к НИПИКС 1240-200. Вот у них такая упаковочка. Вот их внешний вид. Их стоимость на момент записи видео составляет примерно около 6000 рублей. Я бы сказал, что это не совсем дешевый инструмент. Естественно, что для домашних мастеров приобретение данного инструмента будет излишним и нецелесообразным. А вот для профессионалов, которым за день приходится зачищать не по одной сотне жил, это будет хорошим приобретением. Почему я выбрал КНИПИКС? Читал в интернете множество отзывов и рекомендаций по стрипперам для снятия изоляции от разных производителей. И все-таки остановился выбор на КНИПИКС 1240-200. В основном все отзывы о них только положительные. Инструмент проверен длительной эксплуатацией. Наблюдаются четкая и безотказная работа, удобство и легкость. Клещик КНИПИКС 1240-200 является многофункциональным инструментом. И предназначены, первое, для снятия изоляции с одножильных и многожильных проводов сечением от 0,03 до 10 квадратных миллиметров. Второе, для снятия внешней оболочки с плоских кабелей и проводов шириной не более 10 миллиметров. И третье, для резки одножильных проводов сечением до 6 квадратных миллиметров и многожильных до 10 квадратных миллиметров. клещи состоят из ножей для удаления изоляции два ножа на верхней губке под верхней губкой под нижней губкой пластиковых губок для зажима провода или кабеля ограничительного упора регулировочного винта ножа для резки проводов и кабелей нож тяги и двух рукояток корпус ключей выполнен из пластика усиленного стекловолокном соответственно они имеют малый вес всего около 200 грамм очень легкий длина клещей составляет 200 миллиметров по мере износа ножи для удаления изоляции можно заменить также можно заменить вот эти пластиковые губки все это достаточно легко снимается с помощью отвертки и устанавливается новая запасные части можно найти и заказать в интернет-магазинах официальных представителей компании книпекс нож для резки жил проводов и кабелей еще его можно назвать резак выполнен из специальной инструментальной закаленной стали как пользоваться стритером книпекс и так мы перешли к самому интересному практике с помощью стрипера книпекс можно снимать пвх или резиновую изоляцию с одножильных и многожильных проводов сечением от 003 до 10 квадратных миллиметров данные клещи не предназначены для снятия многослойной и армированной изоляции а также изоляции высокой гибкости отличительная особенность эти клещей состоит в том что они сами подстраиваются под разные сечения зачищаемых проводов это очень удобно не нужно каждый раз попадать в прецизионные отверстия клещей как например в тех же клещах mb1m сначала нужно выбрать длину зачищаемой изоляции с помощью ограничительного упора все уберем для регулировки длины нужно сжать сжать вот эти два и переместить упор на необходимое расстояние по шкале диапазон регулировки длины находится в пределах от 3 до 18 миллиметров вот шкала с помощью регулировочного винта можно настроить глубину резания ножей зависим от изоляции зачищаемого провода пвх или резина это ставлю примерно на серединку берем провод вставляем до ограничительного упора нажимаем на рукоятки пластиковые губки зажимают провод далее ножи ножи прорезают изоляцию провода и стягивают ее можем попробовать гибкий провод pv3 сечение два с половиной вставляем нажимаем еще особенность этих клещей состоит в том что принцип работы ножей основан не на разрыве изоляции жилы как у многих psy а на аккуратном и ровном разрезе что вот таким образом полностью исключается нарушение и повреждение так и ведущей жилы это очень важно при снятии изоляции с помощью ножей бокорезов и тому подобных инструментов есть большая вероятность повредить таковедущую жилу особенно у проводов малых сечений в результате неаккуратных действий можно сделать на жиле насечку и буквально после нескольких незначительных изгибов провод в этом месте может легко обломиться в руках у меня сейчас плоский ввг три на полтора предположим вот хочу снять изоляцию с каждой жилы то есть вставляем жил до упора в данном случае у меня выставлено можно даже чуть побольше сделать берем жилку вставляем до упора очищаем берем жилку вставляем до упора берем жилку вставляем до упора вот три ровно зачищенные жилы ровные без повреждений то есть такая ведущая часть не повреждена вот у нас есть контрольный кабель я снял с него уже оболочку мне нужно зачистить каждый проводник воспользуемся стрипером или клещами для снятия изоляции от книпекса к 12 40 200 так поехали готово смотрите сами по времени сколько это заняло все зачищенные жилки имеют одинаковую длину зачистки иногда приходится зачищать контрольные кабели гораздо меньших сечений например вот контрольный кабель для выключателя в btl имеет сечение 0 5 квадратных миллиметров и теперь я вам покажу как его зачистить с помощью этих же клещей книпекс ничего не меняем оставляем только настраиваем только длину зачистки ну для примера я и оставлю той же так поехали добрый путь и вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снятие внешней оболочки с плоских кабелей. Все происходит аналогично, только вместо изоляции жил можно снять внешнюю оболочку кабеля или провода, правда, шириной не более 10 мм. Для этого как раз подходят распространенные плоские кабели, как ВВГ-ПНГ. В руках у меня находится кабель ВВГ-ПНГ 3х2,5, то есть это плоский кабель треужильный сечением 2,5 квадрата. Сейчас я покажу, как с помощью КНИПЕКС снять с него оболочку. Так, вначале поставим максимальный упор на максимальную длину, то есть 18 мм. Берем кабель, вставляем кабель до упора, зажимаем и зачищаем. Ну, всего зачищается 18 мм. Этого, естественно, недостаточно, поэтому, как я и говорил, снимаю оболочку с кабеля я с помощью матерского ножа или специального инструмента для снятия оболочек с кабеля. Об этом я расскажу в своих следующих видео. Данным стриппером можно обрезать одножильные провода сечением до 6 квадратных миллиметров и многожильные до 10 квадратных миллиметров. Пока что я пробовал обрезать провода сечением до 4 квадратных миллиметров. Режет отлично. Вот, как я уже показывал, это резак. Нож. Вот, гибкий. Если регулярно смазывать шарниры, тягу различной скользящей поверхности и пользоваться клещами исключительно по заявленным сечениям завода-изготовителя, то это только увеличит срок службы инструмента. Хочу уделить ваше внимание на том, что производитель слегка завысил возможности этих клещей. Дело в том, что снятие изоляции с медного провода сечением более 4 квадратных миллиметров дается клещам не так уж и легко. Чувствуется, что они в прямом смысле хрустят. Правда, все равно зачищают провод. Поэтому для увеличения срока службы данных клещей Книпекс 1240-200 я рекомендую вам использовать их сечениями до 4 квадратных миллиметров включительно. В заключении своего обзора хочется отметить то, что механика этих клещей имеет необычайно легкий и плавный ход. Работать ими одно удовольствие. С помощью данных клещей достигается высокая производительность труда. Ими очень удобно и быстро работать. Если вы уже пользуетесь данными клещами, то готовы слушать ваше мнение, ваше впечатление о работе с ними. На этом все. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!